Легкий дымок и непередаваемый запах. На заднем дворе Чиханы томится целый казан узбекского плова. Дым идет от дрова на костре, вкуснее будет. Этот ташкентский утренний плов им завтракают в день свадьбы. Сегодня блюдо для особых адресатов, врачей. Питательный обед готовят по всем узбекским традициям. Мясо сейчас на варту тает, потому что это телятина. Он сначала жарится чуть-чуть, потом томится. Из-за этого он такой легкий, диетический и очень мягкий получается. Четыре часа на углях и вот она вкусная благодарность. 250 питательных порций. Помимо плова традиционная лепешка и салат шикаро. Как и все рестораны, Чихана закрыта для посетителей. Работает только доставка. В роли курьера сегодня генеральный консул Узбекистана. Он сам собирает обеды и только ради нашей съемочной группы в машине садится на пассажирское место. Это делается для того, чтобы врачи не тратили время, не думали о своем желудке. В первую очередь хотелось бы это все, чтобы быстрее прекратилось. И мы этот плов кушали только на праздниках. Эпидемиологическая обстановка в регионе крайне нестабильна. И касается это не только ситуации с коронавирусом. В крае отмечается рост заболевших пневмонии. При этом пик еще впереди. Сейчас каждый пациент, который к нам попадает, он рассматривается как возможный пациент с ковид-инфекцией. У нас лежат по палатам. По палатное идет заполнение, по палатная выписка. Для больных пневмонии выделили целый корпус. Посетителей сюда не пускают. Больные в полной изоляции. Если ты занят больным, тебе, извините, не до еды. И как минимум с хорошим настроением можно сделать гораздо больше полезных вещей. Сегодня бизнес и общественность объединились против одного невидимого врага. Пока врачи на передовой неравнодушные приморцы в тылу обеспечивают героев в белых халатах, едой и даже спецодеждой. Виктория Сарада, Максим Малыгин, Вести, Приморье.